Продолжаем изучать C++, также напоминаю, что под видео в описании есть ссылка на мой телеграм-канал, где мы обсуждаем разные темы по программированию, спрашиваем советы, делимся интересной инфой, в общем, думаю, будет интересно. Окей, в прошлый раз я показывал, что при таком создании массива нам нужно вызывать delete, и здесь я ошибся, на самом деле delete нужно вызывать только когда мы используем ключевое слово new, когда это касается указателей, в данном случае это не нужно делать и даже вредно, и это может вызвать ошибки, поэтому удаляем и запоминаем, что не нужно его вызывать. Окей, также я показывал, что есть цикл forEach, вот такой, но не упомянул, что есть еще один forEach в стандартной библиотеке. Этот forEach, он немного более громоздкий, он был еще с версии 2003 C++, и его можно в принципе уже не использовать, он немножко больше контроля дает, но если вам это не нужно, то можно без проблем пользоваться новым циклом forEach. Окей, поехали дальше, и дальше у нас пример с методом max, давайте посмотрим, что здесь отличается, здесь есть слово ключевое inline, и зачем оно нужно. В принципе, когда исполняется наша программа, она довольно быстро исполняется, если все идет, грубо говоря, подряд, но представьте, что у нас есть метод max, например, и он используется часто, он находится не у нас, прямо в программе, а где-то, например, в других классах, в других библиотеках, в общем, компилятору нужно, вернее, программе исполнения, нужно менять контекст выполнения, нужно прыгать с метода на метод, с класса на класс, и представьте, что у вас, в принципе, могут быть мелкие функции, но их может быть много, они могут часто вызываться, вот, и чтобы программа не меняла контекст выполнения, можно писать ключевое слово inline, что оно сделает, оно скажет компилятору, чтобы тот подставил этот метод, грубо говоря, поближе к нам в программу, где оно выполняется, и как бы встроил, inline сделал, встроил нашу функцию, и компилятор таким образом сможет оптимизировать наш код, чтобы он выполнялся, как бы, грубо говоря, подряд, но теперь давайте рассмотрим особенности, на самом деле, сейчас не нужно и даже вредно писать ключевое слово inline, сейчас объясню, почему, первое, первое, это то, что это ключевое слово inline пишет за вас компилятор, когда ему это нужно, то есть, на самом деле, вы можете не писать его, компилятор, оптимизируя код, будет сам добавлять, где это нужно, ключевое это слово, второе, если вы попросите компилятор самим, а за inline этот метод, компилятор может подумать и сказать, я не хочу это делать, здесь это не оптимально, и я не буду это делать, то есть, никто не гарантирует, что компилятор возьмет и сделает то, что вы попросили, и таким образом, грубо говоря, сейчас в новых компиляторах вообще это не обязательно делать, то есть, компилятор сам решит, когда это сделать, окей, надеюсь, вы поняли, поехали дальше, дальше, у нас есть два одинаковых метода, которые принимают разные параметры. Что такое перегрузка методов? Перегрузка методов позволяет нам с одними и теми же именами задавать различные методы. В чем разница? Например, здесь мы принимаем int, а здесь мы принимаем double. Таким образом, перегрузка методов позволяет нам не придумывать новые имена методов. То есть представьте, что у нас 10 типов, нам нужно сложить разные числа, разных типов. Допустим, 10, 20, если у нас будут собственные типы, там 100 типов. И для них всех придумывать название методом, например, метод addint, adddouble, а если нам нужно еще не просто add, а, например, у нас тип дом, addhouseint, addhousedouble, addhouse, там еще как-то. И это неудобно, согласитесь. Поэтому была такая штука, как перегрузка методов уже у других языков. И в C++ стандарта 11 добавили тоже такую штуку. А что нельзя перегружать? Например, у нас здесь еще один add, но возвращает он double, а принимает тоже int. И на возвращаемое значение компилятор не смотрит, то есть только на принимающее значение. То есть не важно, что мы возвращаем, а вот так делать нельзя. Окей. Итак, что у нас дальше? Дальше у нас такая интересная вещь, как указатель на функцию. Что он позволяет делать? Указатель на функцию позволяет нам записать указатель на эту функцию, конечно же, и выполнить эту функцию. Также таким образом мы можем передавать наши функции, например, в другие методы. Ну или методы. Под методами функции я подразумеваю одной тоже, просто их иногда так называю. Окей. Что у нас здесь есть? Давайте посмотрим сначала на метод. У нас есть пара методов. Они очень простые. Они просто печатают какую-то букву. А дальше здесь мы создаем... Давайте вот так сделаем, чтобы не отвлекало. Здесь мы создаем наш указатель. Слева у нас пишется возвращаемое значение. Здесь как обычный метод. Но в скобках мы делаем указатель на функцию. Вот это мы придумываем сами. То есть это как бы название нашей переменной. Но еще добавляем такие круглые скобки. Дальше присваиваем сюда метод. То есть вот этот указатель записывается, грубо говоря, сюда. И дальше мы можем его вызвать. После этого мы можем присвоить сюда другой метод. То есть указатель на метод. И обратно его вызвать. Давайте пока попробуем первые вот эти две вызвать. И посмотрим разницу. Вот сначала у нас выполнился этот метод. Вывелся D, потом S. И вот эта штука похожа на делегаты, как в других языках. Например, в C-Sharp. В Java такого нет. Вроде как. Окей. Дальше. Чтобы передать сюда, например, какой-то аргумент, нам уже нужен другой указатель, который будет принимать аргумент. И в данном случае вот здесь мы его создаем. Вот наш showChar. Тоже обычный метод, но уже принимает какой-то char. Окей. И здесь мы его создаем, вызываем. И вот так можно его еще раз вызвать. То есть похожая конструкция, как мы его создаем. Вот так его можно вызвать. Но можно вызвать и так, поэтому давайте его закомментируем, чтобы нас не отвлекал. То есть, в принципе, то же самое, что и здесь. Просто передаем аргументы. Думаю, ничего сложного. А также, чтобы так не писать и не создавать, в языке C++ в стандартной библиотеке есть вот такая запись. Можно создать тот же самый указатель на функцию с помощью std function. И в скобочках указать возвращаемое значение и аргументы функции. В принципе, тоже довольно все просто. Также не забываем, что нужно добавить includeFunctional вот сюда. Вот. И, например, мы можем, что это, что это, функцию, в принципе, передавать куда-то или использовать в качестве аргумент. Например, есть метод validate. И что он делает? Он принимает два параметра и функцию. Какую-то функцию. Мы заранее не знаем, какая здесь будет функция. Мы можем ее написать абсолютно любую. Например, часто такое используется для сортировок. Например, у нас есть метод sort в стандартной библиотеке. Ну, различные там виды сортировок. И третьим параметром или каким-то там параметром передается функция на то, как мы хотим сортировать. Потому что часто мы туда можем передать абсолютно наши типы какие-то. И оно будет возвращать что-то наподобие такого. Ну, что-то наподобие. То есть мы сами реализуем сортировку. Например, если один дом больше другого, тогда мы возвращаем единицу. Если нет, то минус единицу. Если они равны, то ноль. Например, как-то так. Ну, пока не важно. Сама основная идея то, что мы можем передавать функцию в метод. И дальше, например, как-то вызывать эту функцию. И можем даже логику здесь написать, что будем делать, если она там как-то что-то будет выполнять. Окей. Вот это мы просто посмотрели. Это нам не нужно. И теперь мы вызываем наш метод validate. Передаем два параметра и метод, который мы хотим. В данном случае я передаю вот этот метод, который возвращает равны ли числа оба. То есть четные они или нечетные. И в принципе сюда поступает этот метод. Мы здесь его вызываем. И вызывается ноль либо единица, если не равны или не равны. В данном случае единица значит равны. Вот. Если мы передадим другие параметры, например, семерочку, то они будут неравны. Окей. Также хотел еще кое-что показать. Почему-то пропустил. Вот. Еще такая есть интересная штука, что мы можем передать указатель и ссылку одновременно. Что это значит? Это можно читать так, что мы передаем указатель на адрес по ссылке. Вот такая странная вещь есть, но тем не менее она работает. И так тоже можно. Окей. Надеюсь, это тоже было интересно и полезно. И всем пока.